Привет всем! Сегодня мы поговорим о очень особенной реке, реке Хамза. Река Хамза – это подземная река, которая протекает под тропическим лесом Амазонки в Бразилии и Перу. Она была обнаружена в 2011 году группой ученых из Университета Сан-Паулу. Река Хамза – это самая большая известная подземная река, длиной около 6000 километров и глубиной около 4000 метров. Она питается дождями, выпадающими на поверхность Амазонки, и течет в направлении Атлантического океана. Река Хамза является важным источником пресной воды для Амазонки. Она обеспечивает водой растения, животных и человеческие сообщества. Открытие реки Хамза было важным научным открытием. Оно предоставило новую информацию об гидрологии Амазонки и может помочь ученым лучше понять функционирование водного цикла в тропическом лесу Амазонки. Сегодня мы поговорим о формировании, поддержании потока, значении и будущих исследованиях реки Хамза. Образование реки Хемзр Образование реки Хемзр до сих пор является загадкой для ученых. Однако существуют две основные теории о том, как она могла образоваться. Геологическая трещина Согласно одной теории, река образовалась из геологической трещины, которая позволила дождевой воде проникать в подпочву. Геологические трещины представляют собой разрывы в земной коре, которые могут позволить воде и другим жидкостям стекать вниз. Серия пещер Согласно другой теории, река образовалась из серии пещер, которые объединились со временем. Пещеры образуются в результате эрозии водой или льдом. По мере расширения и соединения пещер они могут образовывать систему дренажа под землей. Ученые проводят исследования, чтобы определить, какая теория более вероятна. Они используют различные методы, в том числе геофизические анализы, анализ спутниковых данных и полевые исследования. Поддержание течения реки Хемзр Река Хемзр – это река с медленным течением, которая течет со скоростью около 1 метра в год. Это связано с тем, что река течет через относительно проницаемые осадочные породы. Дождевая вода, выпадающая на поверхность Амазонки, обеспечивает воду, которая питает реку. Осадочные породы – это породы, которые образуются в результате накопления осадков, таких как песок, глина и гравий. Они относительно проницаемы, что означает, что вода может легко через них проходить. Дождевая вода, выпадающая на поверхность Амазонки, обеспечивает воду, которая питает реку Хемзр. Дождь просачивается в почву и породы подстилающего слоя, в конечном итоге достигая реки Хемзр. Значение реки Хемзр Река Хемзр является важным источником пресной воды для Амазонки. Она обеспечивает водой растения, животных и человеческие сообщества. Река также играет важную роль в водном цикле в тропических лесах Амазонки. Растения и животные Амазонки зависят от реки Хемзр для выживания. Река обеспечивает водой для питья, орошения и размножения. Человеческие сообщества, живущие в Амазонке, также зависят от реки Хемзр для питьевой воды. Река Хемзр также играет важную роль в водном цикле в тропических лесах Амазонки. Она помогает транспортировать дождевую воду в Атлантический океан. Водный цикл важен для тропических лесов Амазонки, поскольку он помогает поддерживать влажность почвы и рост растений. Будущие исследования Ученые проводят исследования, чтобы лучше понять реку Хемзер. Они изучают образование реки, поддержание ее течения и значение реки для экосистемы Амазонки. Химический состав воды в реке Хемзер Ученые заинтересованы в изучении химического состава воды в реке Хемзер. Они хотят знать, пригодна ли вода для питья и содержит ли она питательные вещества, которые могут поддерживать водную жизнь. Водная жизнь, обитающая в реке Хемзер, ученые также заинтересованы в изучении водной жизни, обитающей в реке Хемзер. Они хотят знать, какие виды животных и растений обитают в реке и как они приспосабливаются к подземному среде обитания. Влияние реки Хемзер на водный цикл в Амазонке Ученые также заинтересованы в изучении влияния реки Хемзер на водный цикл в Амазонке. Они хотят знать, как река влияет на количество воды, которая остается в тропических лесах Амазонки и как она влияет на климат региона. Эти исследования могут помочь ученым лучше понять эту важную реку и ее роль в экосистеме Амазонки. Привет всем! Надеюсь, что вы узнали что-то новое о реке Хамза. Как мы видели, река Хамза – это очень особенная подземная река. Это самая большая известная подземная река, длиной около 6000 километров и текущая на глубине около 4000 метров. Река Хамза является важным источником пресной воды для Амазонки. Она обеспечивает водой растения, животных и человеческие сообщества. Открытие реки Хамза было важным научным открытием. Оно предоставило новые информации об гидрологии Амазонки и может помочь ученым лучше понять функционирование водного цикла в тропическом лесу Амазонки. Еще много вещей, которые мы не знаем о реке Хамза. Ученые проводят исследования, чтобы лучше понять образование, поддержание потока, значение и будущее исследования над рекой Хамза. Если вам понравилась эта презентация, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok